Здравствуйте, коллеги! Второй день официального визита премьер-министра Теймира Сариева начался с раннего утра. В Душамбе прошла международная конференция «Вода для жизни». В ней приняли участие более полутора тысяч человек. Прибыли делегации из Пакистана, Афганистана, Казахстана и Кыргызстана. Самый главный гость международной конференции – это, естественно, генеральный секретарь ООН Пан Гимун. К данному часу я могу сказать, что конференция закончена. Выступили все гости, которые прибыли на конференцию. Среди них и наш премьер-министр Теймир Сариев. И вот, что он сказал. Строительство Камаратинских ГЭС позволит изменить режим работы Тортугуйского водохранилища с энергетического на ирригационный. Водохранилище Камаратинских ГЭС позволит перейти к сбалансированному режиму использования водных ресурсов и повышению уровня гарантированного водоиспечения орошаемых семей стран нижнего течения. Глава Республики Таджикистан Иммали Рахмон, в свою очередь, тоже говорил о консолидации в современной глобальной повестке дня. Водный вопрос все еще остается самым актуальным. Несмотря на то, что в области целей развития тысячелетий по питьевой воде были достигнуты значительные результаты, цели по санитарии остались неосуществимыми, сказал Рахмон. Такое положение дел требует от нас более консолидированных усилий и принятия как срочных, так и долгосрочных мер. Именно в этих целях в рамках 7-го Всемирного водного форума я предложил мировому сообществу новую инициативу Таджикистана. И сегодня еще раз хочу довести до вас эту инициативу, предложив объявить новую международную декаду под девизом «Вода для устойчивого развития», которая, как мы полагаем, должна стать важным инструментом, содействующим реализации целей устойчивого развития, связанных с водой. Необходимо отметить, что программе ООН «Вода для жизни» в этом году 10 лет. За это время, по словам участников программы, сделано немало для того, чтобы доступ к чистой воде был у многих людей на планете. Напомню, ранее Темир Сариев встретился с первыми лицами Таджикистана. На встречах были обсуждены вопросы поставок электроэнергии с Таджикистана в Кыргызстан на взаимовыгодных условиях строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан. Также Сариев и Рахмон подчеркнули важность ускорения переговорного процесса по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Делегация Кыргызстана во главе с Темиром Сариевым на эту работу пока не завершила. Далее посещение посольства Кыргызстана в Таджикистане. Там же будет встреча с администратором проон Хелен Кларк. И на этом у меня пока все. Коллеги!